всем привет ребята мы находимся в батуми и находимся на авторынке в батуми откуда привозят машины как нам говорят с японии и давайте посмотрим какие здесь продают машины 98 год 98 год гольф гольф 2100 но это как бы дофига у нас они все равно дороже стоят но все равно эта цена дофига 200 нас конечно за такие деньги не купить но мне было бы жалко и 200 за него отдать так вот хорошая машина lexus rix сотри 10500 ну у нас приблизительно но если он в офигенном состоянии то у нас конечно за такие деньги не купишь такой lexus а так это вообще вечная машина считается это очень хорошая машина кожаный салон не затертый не зачуханный в общем 10 тысяч 500 долларов нормальная цена так же попадаются такие здесь машины которых вообще нигде не найти вообще и вот пожалуйста это типа что-то смарта праворукого праворульного смарта вот четырехдверного смарта вот такой вот автомобиль это что-то с чем-то жаль нету цены 1.5 по моему объем здесь двигателя turbo даже по моему но нет мощные turbo я грузинский язык не знаю но вот такое вот чудовище на четырех колесах с такими гигантскими зазорами это конечно трэш я не знаю кто его купит и знаю и зачем зачем главный вопрос это зачем так а вот лупатый mercedes и лупатый дизель у нас 2 из 7 по моему две тысячи долларов вот в таком ушатанном состоянии с такой вот лысой резиной две тысячи долларов он так идемте зайдем на саму площадку там стоят какие-то элитные автомобили посмотрим что там за элита вот даже кто-то наверно будет покупать автомобиль вот еще вот этот и и и увидите резина лысая и на его 2 литра собеси две тысячи двухтысячного года 2 литра цены к сожалению нет вот это вот не знаю что это за машину так 325 бмв 2004 года четыре тысячи шестьсот долларов вот она уже чем-то затянута дабы не было видно дефекта ну внутри тут конечно трешак кожа уже вот потресканная руль вытертый в ноль все затерто в общем 4 600 это даже но это даже много 2145 тысяч еще сто тысяч добавьте сматанных и получится вот такой вот геморрой но зато бмв так лупатый мерседес состояние тоже близко к помоечному 4 тысячи двухтысячного года руль сами видите какой изначен уже данным-давно был стерся но сиденье в довольно таки приличном состоянии хотя салоны мерседеса ходят очень и очень долго mazda mp5 если я не ошибаюсь и 2006 года вот такие машины неинтересны вот то что у нас гоняют с латвии сожалению нету цены но состояние по всем по фарам по капоту такое впечатление что она горела это мавча мобиль так смотрим дальше вот такие вот есть машины такие вот вообще уникальные экземпляры попадаются и это toyota спорт toyota mp power что-то за toyota я вообще не знаю на спущенных маленьких колесиках вот с такой вот шпаклеванной крышей внутри кстати просторно но бля и кто купит такую машину где потом искать на нее запчасти вот так это все выглядит в общем для я даже за 1000 долларов такой не купил бы но это вообще просто выбросу но и деньги ничего даром бы взял бы с обрыва сбросить поснимать но ездить пока не сломается потом с обрыва сбросить и снять видос так бэха семерка классная . в данном случае . хаммон это их не какой-то там ателье по двигателям салон ну видите вот что вот бмв бмв дорогие машины особенно семерки но что случается с салоном видишь просто цены нету вот еще одна специфическая машина а вы цены не пишете да сколько вот такой вот стоит nissan 4 тысячи долларов коробка автомат на них слабые автоматы я работаю в украине в сервисе я поздно так у вас много таких а у вас много таких машин которых у нас нету вот такую я вообще первый раз жизни вижу это что за модель это это тойота какая-то да айсусу а рулят тойоты на тойоту сколько у вас такая тойота стоит 5500 это тойота альфард и много у вас таких тойот много у вас таких тойот но у нас такую купить потом запчасти не найти у вас есть а вольбо вот такое сколько стоит он то вольво шесть тысяч до шесть тысяч долларов какой пробег на ней 150 тысяч вот так вот все духа рэпнула на 150 тысячах четыре тысячи долларов вот такое вот вольво четыре до сказали шесть сори братаны шесть тысяч вот такое вольво так x-trail праворульный коробка автомат ну не автомат робот но в этом и кроется все зло этого x-trail а бмв пятерка вот это хорошая машина 3.3 2007 год это у нас сейчас мы гибридная а что это за автомобиль такой хайлендер вот такой японский хайлендер так а сколько вот такая вот стоит восемь тысяч такая да на 8000 долларов в общем у нас такую за восемь не купить в общее вот такую машину я бы да подумал бы за 8000 гибридная 33 объем и думаю пробег здесь в районе 150 тысяч есть люк в общем супер супер так это неинтересно это неинтересно пасса вот такой вот посад цены нету года нету и спросить к сожалению ни у кого но я думаю сейчас мы пойдем до дальше гулять снимем там будут такие пассаты полюбасу в общем вкратце ребята вот такой вот рынок в батуми грузия из всего мы нашли только одну нормальную машину тойота хайлендер 2007 года по-моему 2007 год 6000 долларов там белая вот это это нужно ее толщинометром проверять краску вот как бы смотреть все остальное визуально вроде нормально все остальное просто хлам несусветный такой хлам просто что за него вот вообще жалко деньги отдавать но так как здесь ездят я понимаю почему здесь такой хлам то есть тут все машины перекосаны вот ну как бы свои впечатления рынок оставил сегодня среда дали четверг среда среда сегодня среда вот по субботам тут в основном торгуют вот говорят тогда много машин сегодня среда среда четверг пятница суббота мы еще здесь торчим вот следующая куда я поеду это я поеду в литву и там посмотрю на авторынок но как бы совершенно разные машины будут я думаю в литве не будет таких вот тойот поскольку европейцы сами будут ездить на таких тойотах а сейчас мы идем на хопа хопа такой рынок есть такой город в Турции и здесь вот рынок хопа здесь вещевой рынок и продукты но я думаю ничего интересного мы здесь не увидим разобраться а их